Всем добрый вечер! Сегодня 29 марта и у нас прилетели стрижи! Ура, ура, ура! Правда, их тут не особо видно, потому что это пока первые, их тут немного, наверное, штук 10 летает. Но я услышала звук, крики их, и прямо у меня душа радуется, потому что для меня природ стрижей означает весну. Ну и черт с ним, что похолодает на пару дней. Зато они прилетели, значит, уже весна пришла. И видите, у нас погода портится как. Все черным-черно. У нас вчера днем какая-то авария случилась, во всем районе воду отключили. Кристина успела набрать в ведра для хозяйственных нужд воду. И смотрите, что наша кошка делает. Наша водоплавающая кошка. Она уже во всех бедрах искупалась. Лапы мокрые, уши мокрые. Да, Бенюш? Ты у нас любительница воды? Я не могу с ним. Теперь еще попить решила. Бейте, в миске воды-то не хватает, да? Розовое ведро чистое. Поэтому там мало осталось, но из него руки моем, а это зеленое хозяйственное ведро. Все накупалось, пошла трясти пятками своими. Что? Доброе утро. Вроде пока холода не наступили. Пока тепло. Правда, я сегодня с длинными рукавами. Может, мне поэтому тепло. И сегодня я решила с этой стороны приехать. Пойду прогуляюсь через парк. Давненько я там не была. Может, что-то уже и зацвело. И смотрите, как у нас уже зелено. Какая красота. Да еще и стрижи вчера прилетели. Ой, жду не дождусь, пока они уже всей партией прилетят, чтобы кричали уже на всю Ивановскую, как говорится. Какое солнышко сквозь тучи проглядывает. Прямо красота. Ну да, что-то здесь расцвело. Не знаю, что это. И даже уже практически отцвело. Видите, лепестки отвалились уже. У нас, кстати, абрикосы уже почти отцвели. Но так зелень. Смотрите, Ивы какие. Целая аллея с ивами. С сливами. Ну да, тут пока особо ничего не цветет. Но все равно красота. Вон там зато походу вишня разошлась. Вся белая стоит. Ой, какая красота, ребята. Солнышко. Сегодня, правда, дождь обещают, но пока еще нет. Садовники что-то собрались. Целой компанией, человек 10, наверное, на работу пришли. Надела очки, потому что солнце в глаз. И это, теперь ничего не вижу. Но я в тень зашла. Мне они не нужны. Ой, а магнолия, это расцвела? Расцвела, я вижу. По крайней мере, розовая. Сейчас подойдем. А белая, по-моему, только в бутонах стоит. У меня есть еще время. Сейчас подойдем, посмотрим. И вы, по-моему, обрезали какие-то лысые. Светке отправила красоту нашу. Вон, она мне ответ прислала. Сейчас посмотрю, что прислала. Ну да, белых еще пока нет. Только листочки. Идем к розовой. Такие огромные у нее цветы. В прошлом году более мелкие были. А сейчас прямо как будто лилии. Прямо, прямо. Смотрите, какие. Ой, красота какая. Господи. С ума сойти. К сожалению, я до туда не дотягиваюсь. Чтобы поближе посмотреть. Так что потом на видео посмотрю. Вон там еще одна есть. У нас расцвел персик. Вот так вот он выглядит. Ну и, впрочем, он уже отцветает. Ну что, ребят, как вам такое? Вечер 31 марта. После недавней 25-ти градусной жары в Ереване пошел снег. Да и как пошел. Повалил. Вот что мы видим с утра. Снег стаял, но он лежит на деревьях, на листьях. Видите, да, белый такой, как седой налет. Это как раз лежащий на деревьях снег. На деревьях, я надеюсь, ничего с ними не будет. Из-за этого они не замерзнут. Потому как жалко, конечно, их. Вон, каждый листик окутан снегом. Здесь абрикосы, они уже цвели. Интересно, это хорошо или плохо? Будем надеяться, что ничего не замерзнет и урожай сохранится. Ну, а я на работу. Слава богу, минус 3 не случилось. Ноль сейчас. Понятное дело, что все это растает. Но все равно вот такие сюрпризы у нас вчера были. Как будто бы природа на 1 апреля пошутила, да? А потом так щелк и опять 25. Скажет, я пошутила, дайте вам. Ну, в центре несколько другая картина. Здесь, конечно, не лег снег. Ну, вот сейчас идет мокрый снег. Вон там на лужах видите кружочки. И временами пролетают хлопья. То дождь, в общем, то хлопушки. Ой, холод собачий. Все, я отработала, иду домой. Кстати, спасибо всем, кто написал, как называется это растение. Я запомню, это форзиция. Естественно, я могу сфотографировать и вставить это в поисковик. Но также интересно, когда кто-то тебе это подсказывает. У нас, кстати, потеплело к вечеру более-менее. Сейчас такой дождь слегка накрапывает. И я сегодня домой иду с букетом. Ой, что-то ничего не потеплело. В нашем районе дубак плюс 4 всего. Я смотрю, вроде деревья хорошо себя чувствуют. Все цветочки на месте. Не отвалились, не обвалились. У нас на работе одна женщина живет в Абавяне. Не в городе, а в районе. В районе Еревана, который Абавян называется. В собственном доме. И у нее с садом на фотографию показала. Он находится выше, чем центр этот район. Там холоднее. И вот у ней там каждая ветка, каждый листик, каждая травинка облеплена снегом. С одной стороны, это офигенно красиво. Но с другой стороны... Ну, не знаю. И неприятно. Говорит, там у нее родственники вообще в шоке. Боятся, что все погибло. Есть урожай. Но вроде как ничего. Сыро очень на улице. Поэтому трудно дышать еще. К тому же. И ветер прямо ледяной. Доброе утро. Вот посмотрите на причину, по которой я цветы обычно домой не приношу, которые мне дарят. Веня! Я уже их наверх поставила. Нет, она и сюда запрыгнула. И главное же, я ей траву проращивала, дорогущую, которую мне в ветеринарке продали. Фиг ей нужна эта трава. Вот цветы жрет. Я надеюсь, в них нет удобрений никаких. Жалко надо было оставить на работе. Пусть бы стояли, меня радовали. Так нет. Сейчас сожрет. Такие красивые бутоны. Прям плотные, плотные. Девица, красавица. Что творите? Все? Наелась? Нет? Ну, сейчас еще нырнет туда. Беня! Я иду в Ереван-Сити через Комитасовский парк. Холод у нас пока продолжается. Но вроде как уже завтра к обиду начнется потепление. Сегодня в Армении вербное воскресенье и лица казарт. Как дословный перевод означает «украшенный цветами». Какие елочки тут посадили новые? Символом являются ивовые ветки, вербы и различные сухоцветы. Там ветки, связки, пучки пшеничные. Пшеничные. В общем, и сейчас перед церквями там на несколько астров кругом-кругом сидят торговцы и продают все это, всю эту атрибутику. И сейчас кого не встретишь возле церкви, все с этими венками идут, с вербами и с сухими растениями. У меня этого ничего дома не было, поэтому я выложила пост на дзен об этом событии с фотографией с розами и с пасхальным зайцем. Ну, вот так. Что есть, то есть. Я не буду покупать никакие ветки, ни ивы, ни вербы. И сегодня, как можно понять из того, что вербное воскресенье, воскресенье, и у меня выходной, поэтому я так не спеша иду, бреду в магазин за продуктами. И решила вот круг навернуть, чтобы по парку прогуляться. Но, честно говоря, некомфортно из-за холода. Здесь с утра идут садовые работы. Вот тут, по-видимому, перекопали клумбы, будут высаживать цветочки. Так что здесь будет очень-очень красиво. И вы знаете, насколько я вижу, деревья от снегопада и заморозков не пострадали. Вроде как все цветы живы. И зависть там внутри, не знаю, я не вижу. Потом должно вырасти. Вроде как все в порядке. Вон, видите, начинается прямо уже от автобусной остановки возле Сити. Все эти торговые ряды. И до самой-самой церкви они туда идут. И мы тут с Бенни решили приготовить манник по классическому рецепту. На молоке я такой никогда в жизни не готовила. Мой рецепт другой на сметане. Поэтому сейчас пробую делать на молоке. В общем, там как написано в начале, нужно залить полтора стакана манки стаканом молока. Оставить на полтора часа набухать. Мне вот интересно, за полтора часа тут что набухнет? Тут у меня за 10 минут уже все набухло. Ну ладно, оставь. Пусть набухает. Так, дальше продолжим потом выпечку. Вместе с вами попробуем. Я в Ереванске купила продуктов и завезли свежие арбузы. Я целые не стала покупать. Килограмм стоит 575 драмов. Я взяла уже нарезанный кусок. И сейчас попробую, стоит ли покупать целиковый арбуз или не стоит. Это иранские, наверное. Обычно из Ирана у нас первые арбузы. Так-то вроде красиво выглядит и пахнет вкусно. Не, не буду я покупать целый. Ну, это я, конечно, съем. Но в нем нет сладости. Такой, как в летних арбузах. В общем, ароматно, но не очень вкусно. Для манника мне еще понадобится 3 яйца, 50 грамм сахара. Ой, этого масла я его поставила уже на воздух, чтобы оно немножко размягчилось, пока манка набухает. Стакан сахара, щепотка соли. И главное, написано пакетик разрыхлителя. А у меня не пакетик, блин. У меня вот баночка. Сейчас полезу в интернет смотреть, сколько грамм это пакетик. Неужели трудно в граммах написать? В общем, в интернете тоже прикол. Там, значит, ответ такой, что пакетики бывают по 10-15 грамм. И вроде того, что если 10 грамм, то чайную ложку. А если 15, то полторы чайные. Один умный человек написал, что чайную ложку на каждый стакан муки. А у меня вообще не мука, у меня манка. В общем, капец какой-то. Положу полторы чайные ложки. Посмотрим, что получится. Вот это вот дело нужно вместе взбить и потом соединить с этим. И в конце, когда я выпеку, я вспомнила, что у меня есть коробочка вот такой вот глазури от Эспудов. Я сверху ее и налью. Пока то досен, манка набухла, прошел час. Там даже какие-то пузырьки внутри появились. Прям как будто в ней, не знаю что, сода какая-нибудь. Но нет, тут только молоко и манка. И сейчас я вот это дело все взобью. Сахар, масло и яйца добавлю, разрыхлитель и объединю. Вот такое вот получилось тесто. И там написано в рецепте, что пока оно жидкое, выливайте форму и ставьте в духовку при температуре, нагретую, вернее, до 180 градусов на 50 минут. Лучше форму бы выложить пергаментом, но я его забыла купить. Поэтому я просто смазала маслом и сверху манкой сухой подсыпала. Вот так вот выглядит мой пирог. У меня духовка газовая и она такая туго-думка. Поэтому он у меня простоял там полтора часа. На видео он кажется темнее, чем на самом деле. Не знаю почему, уже я айсингом покрыла. Сейчас посмотрим на разрезе и попробуем. Смотрите, вот так вот выглядит манник на разрезе. Там говорят, что он типа шибко-воздушный получится. Но что-то у меня ничего не воздушный. Получился, он у меня получился такой обычный какой-то кекс. И в общем я не в восторге от этого рецепта. Я по нему больше готовить не буду, хоть здесь и ингредиенты попроще. Но вот этот мой классический рецепт со сметаной, который я вот тут еще в детстве записала, он гораздо вкуснее получается, этот манник. Он и воздушный, и в то же время рассыпчатый, легкий. А вот этот нет. Так что лучше вот этот рецепт. Вот эта глазурь от S-Pudov. Мне очень понравилась. И она легко ее готовить. Я совершенно делала не так, как написано на упаковке. Никакие 30 минут я не оставляла. Я просто ее перемешала и сразу же сверху намазала. Она такая кислобатая, поэтому мне очень-очень понравилась. Как будто лимонная. Пили мы чайку, ну и что еще я могу сказать по поводу этого пирога. Вот смотрите, он как бы, да, вот такой вот мягенький, воздушненький, но... Я вот сейчас со Светкой разговаривала, и сказала, и поняла, что да, это как будто брауни, знаете, манный. То есть он такой влажный. Как брауни, это влажный шоколадный кекс, а это влажный манный кекс. В общем, это не мое. Я люблю, чтобы манник был рассыпчатый. Посыпчатый все, что у нас вроде как распогодилось, даже потеплело немножечко. Я даже отопление выключила. Но ветер все равно холодный остается. Сейчас буду делать покрытие. Решила в этот раз делать вот такой вот лососевый цвет и добавить немножечко пасхального акцента с помощью топа, который создает эффект перепелиного яйца. Сейчас посмотрим, что получится. В общем, у нас уже вечером. Мы с Беней все в делах. Весь день были. Маникюр я сделала. Вот так вот он выглядит. Особо не видно, потому что темно, я свет не включила. Я валяюсь, Беня собирается спать. И будем мы с вами на этом прощаться. Кому понравилось видео, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. Всем здоровья, удачи, пока и до новых встреч.